Дорогие друзья! Успокоимся! Я приветствую вас всех любовью Господа нашего Иисуса Христа в это воскресное утро. Господь подарил нам эту возможность иметь общение друг со другом и с нашим Господом, Спасителем нашим. Сегодня мы будем вспоминать о Его страданиях, смерти, а потом и о воскресении славном, которое случилось. После смерти Господа нашего, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Сегодня у нас есть повод, несколько поводов благодарить Господа, превозносить, славить Его за все те благодеяния, милости, которые Он являет в нашей жизни. Первоначально хочу поблагодарить вас, братья и сестры, за ваши молитвы, за соучастие в нашей, громко сказать, это будет скорби, но тем не менее, некоторое время мы отсутствовали с Катей по причине болезней, которые случаются с каждым. И я благодарю вас за звонки, за, как я уже сказал, сочувствие, поддержку молитвенную. И хочу, чтобы мы и за это тоже поблагодарили Господа. Сейчас я был удивлен, я вам скажу, тем, что появился Иван Иванович сегодня после тоже иодина, после некоторого отсутствия. Мы ожидали, что они вот-вот должны подъехать уже. И вот, слава Богу, что мы их видим с нами, и мы будем иметь это общение совместное. По милости Господа, пишет в своей книге «Плач Иеремии», автор этой книги Иеремия, по милости Господа мы не исчезли, и это потому, что Его милосердие не истощилось. И я думаю, что каждый из нас это чувствует, это осознает, понимает, что только милостью Его мы и существуем, держимся еще на этой земле. Он продлевает эти дни, когда мы можем иметь подобные встречи и общение перед Его лицом. Поэтому благодарение Богу за то, что и Иван Иванович один, а благополучно возвратились из поездки, длительной довольно поездки. Слава Богу, что вы живы, и мы с вами. Итак, дорогие друзья, сегодня, как я уже сказал, мы будем вспоминать страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Перед нами эти видимые знаки. Я только прочту к этому из Евангелия от Луки. И именно этот момент, где Иисус собрался с учениками Своими, это была Его последняя встреча с учениками перед Его страданиями, где Он, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который сделает это. И был же даже и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. И так далее. Несколько вот эта картина, но вносит некоторый диссонанс, как я представляю себе. Иисус говорит о своих страданиях и смерти, а они спорят между собою, кто же из них больше. Кажется, несколько не вовремя об этом говорить. Тем не менее, Глухристос не зря их собрал в этот вечер и совершил этот акт, который сегодня мы повторяем. Церковь Христова, вот уже на протяжении двух тысяч лет, повторяет этот акт хлебопреломления, как мы его называем, в память о жертве Христа, о его подвиге, который он совершил на Голгофе. Давайте мы также присоединимся нашими чувствами, желанием нашим об этом еще раз вспомнить, тоже пережить, что переживал Христос на тот момент. К сожалению, я повторяю, ученики были далеки от того, чтобы сочувствовать Христу. У них были свои мысли, свои представления о будущем и так далее. Христос же говорит им конкретно о том, что с ним случится сейчас, буквально через несколько часов, о чем они, конечно, не знали, не подозревали, потому и были в таком состоянии более отвлеченным, своим были заняты. Я бы не хотел, чтобы и мы сегодня, вот сейчас, тоже были заняты чем-то своим. У нас есть своего немало, о чем думать, конечно, и так далее, но главное я хочу, чтобы мы сосредоточились сейчас на Иисусе, Господе нашем, Который восходит на крест, на Голгофу, будет восходить, чтобы умереть за нас. Давайте мы встанем, попросим благословения Божьего на это служение, и потом будем петь гимн, о, как блажен, как счастлив я, Господь Спаситель мой, готово место для меня в стране Небес Святой. Наш дорогой Господь, в это утро Ты по милости Своей нас собрал. Мы имеем эту возможность общения друг со другом и с Тобою, нашим Спасителем. Мы пришли сегодня, чтобы поклониться Тебе, вспомнить о Твоем величайшем подвиге, который Ты совершил там, на Голгофском кресте. Мы благодарим Тебя за то, что и мы очищены, оправданы и омыты кровью Твоею, которую Ты пролил там, на Голгофе в свой час. Господи, помоги нам и в это утро, в этот день прославить Тебя в смирении, глубоком и благоговении преклониться пред Тобою. Все, кто будут сегодня принимать участие в этом служении, благослови и да прославишься Ты во всем, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будем петь, а как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой. О, как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой, Готово место для меня в стране небес святой. Славлю Морца за меня, страдал на Голгофе в стране небес святой. АЛЛЕЛУЯ, 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 АМИН. АЛЛЕЛУЯ, 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 АМИН. а а а и а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... For others, Christian persecution is acts of physical violence, imprisonment, or even death. This is some statistics from 2023. More than 365 million Christians suffer high levels of persecution and discrimination for their faith. On the right box there is the number 4,998 Christians were killed for their faith-related reasons last year. Another source of information puts that figure at about 5,600. And then 1 in 7 Christians were persecuted worldwide. Christians are persecuted in... 1 in 5 Christians are persecuted in Africa. 2 in 5 Christians are persecuted in Asia. 2 in 5 Christians are persecuted in Asia. The worldwide watch list here just gives the top, I think it's 50 there, countries, most dangerous places to be a Christian, and just breaks it up into different areas of life. And the top view there being North Korea, Somalia, Libya, Eritrea, Yemen. And this is the same list geographically on a map, just to show those regions on a map. And it's just broken down into high level, very high and extreme levels of persecution. These countries are given a score by highest pressure and violence. Just that score. Each country's score is determined by measuring the intensity of persecution across two categories, violence and pressure. Pressure is measured in five spheres of life. Church, national, community, family and private. Examples of each have been provided below but are not the only ways Christians experience these types of pressure. So back to there again, the scores. Probably should have been the other way around, those slides. Again in 2023, just those statistics there, 4998 Christians murdered. A high number of churches and Christian properties attacked. 4,125 Christians detained. More than 365 million 1 in 7 Christians face high levels of persecution for their faith. And persecution is becoming dangerously violent in countries on the worldwide watch list. Attacks on churches and Christian properties skyrocketed in 2023. There's more Christians than ever recorded face violent attacks. I won't read all of this. It's the number one country of persecution at the moment, North Korea. Very, very dangerous. And very, yeah, very highly persecuted country. And some of the faces of those given death sentences and high prison time. And then we remember Hebrews 13, 3, continue to remember those in prison as if you were together with them in prison. And those who were mistreated as if you yourselves were suffering. And just this interesting, in China, years ago, a Chinese effort was undertaken to extinguish Christianity in China. Not by killing them and making them martyrs. They knew better than that. So they decided to spread them out across the China, as far away from one another as possible. They reasoned that they wouldn't be able to associate with other Christians and it would eventually die out. But this backfired. By sending these believers across all of China, they had seeded the gospel of Jesus Christ by means of those who had been sent away. By trying to stamp out the church, they spread it across the entire continent. That's what persecution does. So, yeah. I'll put this one away. So, yeah, in Australia we can be, I think it's not just to bring awareness, but just to actually see that, have a worldwide perspective of what's going on in persecution. You know, we're one of the most isolated countries, probably geographically. And Adelaide on top of that, even more isolated. We really can be grooved into our own little worlds here where we think it's easy to think that it's like this everywhere, where it's actually really, really far from the truth. The Bible plainly warns that Christians must expect to suffer persecution. The Sermon on the Mount, Jesus said to his disciples, if we can look at Matthew 5, 10 to 11. Matthew 5, 10 to 11. Jesus speaks about persecution. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Paul also writing to Timothy in 2 Timothy 3.12. 2 Timothy 3.12. Yes, and all those who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Christians must therefore be prepared to endure persecution for their faith and their way of life, and even to count it as a privilege. In the Bible, we see the early church persecuted and believers being killed for their faith in Jesus. And this often led to the spreading of the gospel. Stephen was the first martyr we read about in the Bible. Stephen was a faithful follower of Christ. He was very active. He's full of the Holy Spirit. He was martyred. He was the first martyr we read about in the Bible. And died for his faith in Jesus. In Acts 6.1-7, the first seven verses there, we see that Stephen is appointed by the apostles as a servant. A lot of people were coming to Christ. The church was growing very rapidly and they couldn't keep up with the needs of everybody, including the widows. And they appointed seven, including Stephen, just to help administer needs of the widows. So he was appointed as a servant there and being a man of good reputation. And then we'll pick up reading after that in Acts 6.8-15. Acts 6.8-15. Acts 6.8-15. Acts 6.8-15. Acts 7.8-15. Those two telling stories of blasphemy against Moses and against God. So they stirred up the people and the elders and the teachers of the law. They seized Stephen and brought him before the Sanhedrin. They produced false witnesses who testified, This fellow never stops speaking against this holy place and against the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs Moses handed down to us. Все которые сидели в Санхедрин looked intently at Stephen and they saw that his face was like the face of an angel So they the priest, the high priest and they brought accusations against Stephen and we read there and then we read from all through the chapter 7 Stephen gives them a long history lesson about the children of Israel about some of the lessons that they went through. Stephen bravely preached a sermon about how people like them had rejected God and Jesus through the history of Israel and that's those verses all the way through chapter 7 there and then Acts chapter 7 verse 51 if we could go to Acts chapter 7 verse 51 towards the end of his sermon there you stiff neck people with uncircumcised hearts and ears you are just like your fathers you always resist the Holy Spirit was there ever a prophet your fathers did not persecute they even killed those who predicted the coming of the righteous one and now you have betrayed and murdered him you who have received the law that was put into effect through angels and have not obeyed it when they heard this they were furious and gnashed their teeth at him they really they really really got angry and I'll just give a quick overview of the passage once more Stephen full of the Holy Spirit was extremely effective in spreading the gospel and he was a man who was respected and had good reputation he was full of God's grace and power and performed miraculous signs he preached with wisdom through the Spirit to the people about Jesus and God many people listening and coming to faith in Jesus he was evangelising very effectively and then if we look at if we continue from verse 8 chapter 8, 1 to 4 I know before that, sorry in the last part of 7 in the end of 7 there up a little bit to 53 now 54 when they heard this they were furious and gnashed their teeth at him but Stephen full of the Holy Spirit looked up into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God through to the end of the chapter sorry guys jumping around a bit here look he said I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God and this they covered their ears and yelling at the top of their voices they all rushed at him they dragged him out of the city and began to stone him meanwhile the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul while they were stoning him Stephen prayed Lord Jesus receive my spirit then he fell on his knees and cried out Lord do not hold this sin against them and when they had said this he fell asleep so Stephen we see is stoned to death he's driven out of the city and stoned to death usually in those days they would they would give them some sort of a hearing with the Romans with the Roman court system they skipped all that on this occasion they did it illegally they they brought him before the Sanhedrin without a without a proper hearing got extremely angry when he told them all the things through history that how they had rejected the redeemed the redeemer how they had all the things all the ways that people just like them had rejected God's plan of redemption getting super angry they just stoned him to death some of the disciples and the apostles were also martyred we read about in the word of God and one of the most powerful things is through all this through this through Stephen being martyred is that they were willing to die for their faith and regarding historical evidence this is very very powerful these days if someone as we saw if people would die for their faith it shows they have a very strong faith in what they believe but to be an eyewitness and to die for your faith is historically is is very very powerful evidence that what they saw was the true was true that Jesus lived the way he lived that he died the death and rose again that what he taught was true that they were willing to die to die for what they saw and what they believed a very very powerful historical evidence the most powerful in all of history I would say shortly after that Acts 8 1 to 4 as a result of this that very same day persecution spread against the church and people were scattered people ran away they were scared and they scattered far and wide we can read about that in the first four verses of chapter 8 we see Saul there before he was named Paul Saul giving approval to the death of Stephen on that day great persecution and Saul was there giving approval to his death on that day a great persecution broke against the church at Jerusalem and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria godly men buried Stephen and mourned deeply for him but Saul began to destroy the church going from house to house he dragged off men and women and put them in prison those who had been scattered preached the word wherever they went so the word was they were scared they spread far and wide similar to what happened in China they spread far and wide and the gospel spread like wildfire just for time's sake I was going to talk about Paul and his conversion before he was called Paul but we do have a lot to get through today as we look at these as we look at the slides those dying for their faith in Jesus we see the life of Stephen the first martyr also the life of the apostle Paul who had a lot of suffering and persecution it is a challenge for us here in Australia today the challenge is to have a mind that is set that is set on Christ a mind that focuses on the things of God rather than the things of the world that's a big challenge for us it's a challenge that our values be set on Christ and centred on Christ that all the things going around us won't take up all our attention all our thoughts that we prioritise the things of God because they are eternal there's no point to prioritise things that are not eternal you know life goes very very quickly prioritising is an absolute necessity in 2 Timothy I'll just read that again 3 verse 12 yes all those who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution and we also remember that it's not it's not of ourselves that we get where we get the strength from that's that's not possible we read as we saw Stephen got Stephen was full of the Holy Spirit what is amazing about Stephen as well as he was martyred is he's literally having the stones bashed against his body and he's got the grace and the forgiveness in his heart to be able to say he forgives those around him who are throwing those stones that's 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 supernatural that's the work of the Holy Spirit in him Apostle Paul writes in 2 Corinthians 12 9 to 10 my grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness therefore I'll boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me that is why for Christ's sake I delight in weaknesses in insults in hardships in persecutions in difficulties for when I'm weak then I am strong once again Paul suffered a lot he suffered more than almost probably anybody would and was also martyred for his faith yet in his final breath in Stephen's final breath that God's grace was sufficient for him what a powerful example for each of us this morning I think we can stand in a word of prayer and just close this morning dear heavenly father we come this morning we remember what you did on the cross the people that saw what you did on the cross knew it was true and they went to death also went to death for preaching about it for telling others about it Lord God however Lord your sacrifice was different was very different because you were without sin and God can God can look upon when God looks upon our sin we can see you paid for it all on the cross and only through that we have the way to salvation through Jesus and Lord that's what we remember this morning that you made the way of salvation through the cross through rising again thank you Lord that you live you live in us if we will turn from sin and turn towards you I thank you for the promise of salvation through your son in Jesus name Amen 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 Now Now brothers and sisters we are going to sing a song Right перед тем how we will parties the King of the Lord come closer and more to the Galgof will come going stand him Звучит песня. 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 Первое познание. Текст, который мы читаем практически всегда, когда совершаем вечерю Господнюю. Текст этот содержит нам напоминание о том, как мы должны совершать эту вечерю, в каком мы должны быть в состоянии на этот момент. Павел пишет, 11 глава послания к римлянам, 23 стиха. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «О, примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей сказал, сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Мы совершим молитву о хлебе, который нам символизирует ломимое тело Господа нашего Иисуса Христа. Я прошу брата Анатолия помолиться. Безмежная подяка Тоби, Батько Любячи, еще раз и еще раз за такую велику любовь до нас грешных людей, за такую велику ціну, яку Ти заплатил, для того, чтобы мы мали життя, для того, чтобы мы мали вечно життя разом с Тобою. Дякую Тоби за спільность, яку ми маємо один с одним. Тут, на цьому місці, брати і сестри, таке у нас покликання і звання. Господь, прошу Тебя, щоб Ти благословив нас розділити ці видами знаки, звершити цю заповідь. Цим самим засвідчити один одному, що ми любим один одному, що ми є одне ціле в Тобі. Також ще раз і ще раз згадати Тей великий подвиг і бути вдячним Тобі до кінця своїх днів, поки ми не зустрінемося з Тобою. Благослови дітей Твоїх, нас усіх, перед лицем Твоїм, всеслави і честь Тобі, Богу Батькові, Синові і Духові, Святому. Амінь. 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 Хорошо, придержите, друзі, хлеб, пока все не возьмут из чаш хлеб, а потім одновременно примем. Амінь. І умален перед людьми, муш скорби і зведавший болезни, і ми відвращали від него лицо своє. Він був презираєм, і ми ні во що ставили його. Але він взяв на себе наші немощі і понес наші болезни, а ми думали, що він був поражаєм, наказуєм і унічжен Богом. Але він зв'язвлен був за гріхи наші і мучим за беззаконня наші. Наказання мира нашого було на ньому, і ранами його ми ісцелились. Все ми блуждали, як овці, совратились кожні на свою дорогу, і Господь возложив на нього гріхи всіх нас. Він істезуєм був, але страдав добровольно і не відкривав устві їх. Як овцаведен був він на заклане, і як агнец пред стригущими його безгласен, так він не відверзав устві їх. Атулзи суда він був взят, але род його хто і з'яснить, ібо він відторгнут від землі живих. За преступления народа моєго претерпел казнь. Йому назначали гроб со злодеями, але він погребен у богатого, тому що не зробив ніякого гріху, і не було лжи в устах його. Так, братья і сістрі, примем хліб як символ ламимого тела Господа нашого Ісуса Христа. Дякую. 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 Так же і чашу взяв Христос благословил і подав ученикам, сказав, пейте з нею все, ібо це є крові моя за вас, проливаємо в оставлення гріхів. Я попрошу брата Ваню помолитися на чаші. Слава Тебе, Господи, що Ти пришед на таку грішну землю, умер за гріхи наші. Благодарю от сердца, що в крові Твої є сила прощення, є життя в Тебе, Господи, ібо Ти все і во всем для нас. Поэтому ми вспомінаємо ламиме Твоє тело, пролитую кровь, ісполні наші серця чустом глубокій благодарності. Ісполні нас верою в Тебя, Господи, і дай необхідних сил жити для слави Твої. Пусть і цей момент, коли ми вспомінаємо Твої страдання, буде моментом вери і полного доверия Тебе. Благослови нас, принімающе все вину, вспомінає Твої страдання. Будь милостив. Аминь. Аминь. Також придержим, попридержим, пока не будуть все обслужены. У братьев, как я понимаю, вино, а у мене буде сок. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В память о пролитии Христом Иисусом крови Своей в очищении грехов наших примем эту чашу. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой наш Господь, мы сердечно благодарим Тебя за эту возможность снова и снова приступать к престолу благодати Твоей. И в этих видимых знаках вспоминать о Твоем величайшем подвиге, который совершил ради спасения наших душ, ради того, чтобы дать нам место в Своем Царстве. Рядом с Собою Ты посадишь нас в Свой час, когда настанет это время. Господи, Господи, помоги нам хранить Себя чистыми, как Ты и соделал нас, омыв Своей причистой кровью. Господи, помоги сохранить Тебе верность до конца, исповедую Тебя своим личным спасителем пред кем бы то ни было. Дай нам на это силу, дай нам на это мудрость, Господи. Мы не знаем, что ожидает нас в скором времени, но Ты предрек в Слове Твоем, что поведут и нас в свое время предправители, чтобы засвидетельствовать о Тебе. Дай нам на это силу, Господи. Сохрани сегодня от детей Твоих, которые проходят через эти тяжелые испытания, которые под угрозой жизни, смерти, остаются Тебе верными. Сохрани их и с нами прибудь в продолжении этого служения. Ради Иисуса Христа мы просим. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Сегодня, братья и сестры, у нас день, международный день Отца отмечает человечество. И мы тоже в какой-то степени этому вопросу уделим внимание. У нас есть дети наши, которые хотят поздравить нас, отцов, с этим праздником и напомнить этим самим о нашей ответственности, как родителей, в частности отцов, которые являются главной личностью в семье, после мамы, конечно. Но, тем не менее, все они и мама, и папа, которым Бог дарует детей, ответственны за их воспитание. И это нелегкий труд, как мы знаем. И это большая ответственность. И нужны и мудрость в этом плане, и терпение, даже долготерпение, и любовь, снисхождение, способность простить, поддержать тех же самых наших детей, которые бывают не всегда послушны нам и так далее. Но, тем не менее, это огромное счастье – быть отцом и матерью, иметь детей и хороших, послушных детей. Поэтому пусть Господь благословит нас, помнить о нашей ответственности перед Господом и быть благодарными за то, что Он нам дарует семью. Сейчас мы посмотрим презентацию, насколько я понимаю, должна быть презентация, в которой дети наши нас поздравляют с праздником. Пожалуйста, включите. Папа, если я дам, ты со мной, Бог меня поддержит сильною рукой. В радости и в горы любишь меня, Потому счастлив буду я. Папа мой любимый, он такой сильный, Сердце прижимает, крепко обнимает. Папа, когда рядом, с нами нежным взглядом, Не страшна, не беда. Ты даёшь пример нам видеть Христа, Бог нас очень любит, любишь, и ты меня. Всё, о чём прошу я, Бога на земле, Устаёт мудрость и тебе. Папа мой любимый, он такой сильный, Сердце прижимает, крепко обнимает. Папа, когда рядом, с нами нежным взглядом, Не страшна, не беда. Папа мой любимый, он такой сильный, Сердце прижимает, крепко обнимает. Папа, когда рядом, с нами нежным взглядом, Не страшна, не беда. Папа, когда рядом, с нами нежным взглядом, Не страшна, не беда. Не страшна, не беда. Папа, когда рядом, с нами нежным взглядом, Не страшна, не беда. Он со мной, самый дорогой, Вместе будем ты и я. Папа, когда рядом, с нами нежным взглядом, Не страшна, не беда. Папа, когда рядом, с нами нежным взглядом, Не страшна, не беда. Папа мой любимый, он такой сильный, Сердце прижимает, крепко обнимает. Папа, когда рядом, с нами нежным взглядом, Не страшна, не беда. Не страшна, не беда. Не страшна, не беда. Ночью я тихих слов проснулся, Их едва услышал от усталости Кто-то очень нежно прикоснулся Папа, обними меня, пожалуйста С доченькой обнялись и так быстро В сон она глубокий погрузилась Стало тихо только стоялись За окном осенняя кружилась Часто забываем мы о том Что для счастья детям нашим надо И подаренных игрушек полный дом Просто знать, что папа с мамой рядом Просто прикоснуться в темноте И найти приют в объятиях нежных Слышать их дыхание в тишине Жить с любовью, верой и надеждой Долго я лежал, не мог уснуть Она, укрывшись одеялом Мне головку положить на грудь Так спокойно и так сладко спала Ей не страшен был тот листопад И ветра, что ветви колыхали Ей приснился яркий тихий сад Где семьей счастливой мы шагали Часто забываем мы о том Что для счастья детям нашим надо Не подаренных игрушек полный дом Просто знать, что папа с мамой рядом Просто прикоснуться в темноте И найти приют в объятиях нежных Слышать их дыхание в тишине Жить с любовью, верой и надеждой Боже, мудрости прошу Твоей Так прожить, чтоб даже в старости Мне услышать от своих детей Папа, обними меня, пожалуйста Часто забываем мы о том Что для счастья детям нашим надо Не подаренных игрушек полный дом Просто знать, что папа с мамой рядом Жить с любовью, верой и надеждой Жить с любовью, верой и надеждой Спасибо за презентацию Приятно было увидеть столько знакомых лиц Это все наши семьи Это все то, за что мы должны быть благодарны Богу А сейчас дети непосредственно должны спеть Пожалуйста А после того, как споют дети Марта споет тоже песню Пожалуйста Продолжение следует... Папа 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Стали детям примера Мы вам благодарны безмерно Мы вам благодарны безмерно Слава Богу! Спасибо Спасибо, Марта, за песню Меня просили отпустить После участия детей Отпустить воскресную школу на занятия Поэтому дети могут быть свободны С преподавателями воскресной школы А мы остаемся пока Продолжим Наше общение Снова-таки Акцентируем наше внимание на отцах Которыми многие из нас здесь присутствующие уже являются И я хочу спеть песню Которая говорит о нашей родительской, отцовской ответственности За наших детей, которых мы воспитываем Видите, больше счастью, наши дети повторяют нас Хотим мы этого или нет Но они практически копируют нас во многих вещах Поведение в своем словах, манерах и так далее Это естественно Но самое главное, что мы должны вложить нашим детям Как об этом говорит Священное Писание Это вложить веру, живую веру в Бога, Создателя, Творца, миров В Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа Которым мы спасены Чтобы они тоже могли наследовать вечное Царство Как и мы, родители Надеемся быть там В Царстве Отца Но поэтому Священное Писание Я просто напомню этот стих из книги Псалмов 77-й Псалом Это учение Асафа Где звучат такие слова Они непосредственно звучат к родителям, к отцам Внимай, народ мой 77-й Псалом Внимай, народ мой, закону моему Преклоните ухо ваше к словам уст моих Открой уста мои в притче и произнесу гадания из древности Что слышали мы и узнали И отцы наши рассказали нам Не скроем от детей их Возвещая роду грядущему славу Господа И силу его и чудеса его Которые он сотворил Он постановил устав Иакове И положил закон в Израиле Который заповедал отцам нашим Возвещать детям их Чтобы знал грядущий род Дети, которые родятся И чтобы они в свое время Возвещали своим детям Здесь я подчеркну Возлагать надежду свою на Бога И не забывать Дел Божиих И хранить заповеди его И не быть подобными отцам Их роду упорному и мятежному Неустроенному сердцем И неверному Богу Духом своим Вот к чему призывает нас Священное Писание И дай нам Бог силу на то и мудрость Чтобы действительно донести Нашим детям Истину о живом Боге И чтобы они Копировали в нас только то, что Приятно Богу В нашем поведении В нашем обращении В этом мире Субтитры создавал DimaTorzok Как уж получится Откройте, братья Если кто знает эту песню Вы можете подпевать Нам большую ответственность В жизни Бог подарил Я так маленьких крошечих Мне надолго вручил Чтобы могли научиться Мы как Любить и прощать И приняв Божью истину Верно в ней Пребывать Нам большую ответственность Дети благословенье Дети благословенье Наши венцы Дети неба Наследие Не забудьте Отцы Не отдайте их Молоху Обменяв на гроши Кровь Иисуса Священная Вот цена На их души Дети наши Наследники И пример с нас берут Что в их душах Останется Когда в путь свой пойдут Что возьмут Как сокровище Из наследия отца Что в сердцах Их останется На всю жизнь До конца Дети благословенье Дети наши Венцы Дети неба Наследие Не забудьте Отцы Не отдайте Их Молоху Обменяв на гроши Кровь Иисуса Священная Вот цена Их души Все Что было Посеяно В их характер Войдет В жизни Личной Проявится И свой Плод Принесет Мудрость Кроткая Матери История 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 Понимание Истины Кто ему рад А кто друг Дети благословенье Дети наши Венцы Дети неба Наследие Не забудьте Отцы Не отдайте Не отдайте Их Молоху Обменяв на гроши Кровь Иисуса Священная Вот цена Их души Это Наша Ответственность Чтобы Верными Быть Семя Правды И Милости С детства В них Заложить И ходить Перед Господом Во все Дни До конца Отражая Естественный Образ Бога Отца Дети Благословенье Дети Наши Венцы Дети Дети Неба Наследие Не забудьте Отцы Не отдайте Их Молоху Обменяв на Гроши Кровь Иисуса Священная Вот цена Их души Кровь Иисуса Священная Вот цена Их души Слава Богу Теперь, братья и сестры Я хочу напомнить о том, что по окончании нашего служения Дети, которые нас поздравляли Желают угостить нас Отцов Родителей Ну, что-то они приготовили Все это будет Там За То есть На открытом воздухе Возле этих дверей Выходных Так что Мы Присоединимся Ко всему тому, что дети Еще желают нам Преподнесть Мы будем заканчивать Скоро наше служение Брат еще будет говорить слово Я только хочу Напомнить Что касается объявлений наших Что Членское собрание Которое объявлялось на Сегодняшний день Отменено На сегодня И перенесено на Следующее воскресенье Членское собрание По вопросу устройства Церкви нашей Будет в следующее воскресенье А Служение наше Коль мы говорим о объявлениях Вечером Будет здесь С шести часов Вечера на английском языке На неделе у нас Обычно Служения проходят По воскресным дням Утром в десять часов Утра И В шесть часов вечера На неделе В среду мы имеем Разбор слова В двух группах На английском языке Здесь в молитвенном доме В семь часов вечера А на русском языке В церковном зале тоже Будет разбор слова Мы сейчас проходим Послание посла Павла К Ефесянам Закончили пятую главу Приступать будем К шестой главе Заключительной послании К Ефесянам Это что касается Непосредственно наших Близлежащих собраний Есть конечно Напоминание Относительно того Что съезд Будет в Близбане И кто желает Принять участие В этом съезде В конце года С 28 декабря По 2 или 1 января Для этого нужно Заполнить соответствующую анкету Если еще не поздно То сделайте это Если вы желаете Быть участником Этого съезда И в отношении Молодежной группы Которая будет Тоже участвовать В Сиднее Тоже в сентябре В конце сентября Будет Молодежное общение Конференция Или как ее называют Не знаю Но она Должна состояться Тоже кто Собирается Обращайтесь Непосредственно К брату Вене Подсадному По этому поводу Это что касается Объявлений Сейчас мы споем Еще один гимн Для ободрения Общим пением Споем гимн После чего Брат Александр Иванович Поделится Словом На русском Языке Пожертвование Наше Мы сделаем В конце Служения Когда будем Еще петь Заключительную песню Так что К этому Приготовьтесь Так же Итак Мы будем Петь Создатель Вселенной А заключительный Гимн наш будет Я верю в Иисуса После проповеди Создатель Вселенной Всевогущий Бог Жизнь Жизнь мою Другой Лишь Только Ты Создать Мог Я Петь Хочу О том Что Подарил Не Ты А той Любви Что Бесконечно Так И Ты И Ты Тебе, Господь, хвалу я вознесу, Перед Тобой я голову склоню. Тебе, Господь, любовь и жизнь моя, Прими молитву эту от меня. Создатель всей вселенной, Всемогущий Бог, Среди ночи ты мне увидеть свет, Помог. С тех пор, как я узнал Твою любовь ко мне, Хочу служить всем сердцем я тебе. Тебе, Господь, хвалу я вознесу, Перед Тобой я голову склоню. Тебе, Господь, любовь и жизнь моя, Прими молитву эту от меня. Создатель всей вселенной, Всемогущий Бог, И жизнь мою другой, Создатель всей вселенной, Всемогущий Бог, И жизнь моя, Прими молитву эту от меня. Создатель всей вселенной, Всемогущий Бог, И жизнь моя, Прими молитву эту от меня. Создатель всей вселенной, Всемогущий Бог, И жизнь моя, Прими молитву эту от меня. Слава нашему Господу, братья и сестры. После такого лирического, насыщенного детьми, даже тяжело говорить и переходить к серьезному чему-то. Но, тем не менее, мы сегодня собрались, чтобы прославить Господа и получить от Него назидание, наставление. И Господь в этом деле никогда не устает. Он хочет всегда говорить к нашим сердцам, Он хочет возвещать ту истину, которая помогает нам жить на этой земле, и за это Ему слава. Господь силен, Он меняет нас, укрепляет нас, Он показывает нам, и Он действует. Его сила и любовь, она воспроизводит нас, и желание, и дает возможности, чтобы Ему служить на всяком месте, во всякое время. И я хочу прочитать местописание, которое записано в притчах, 15 глава, 24 стих, а потом 32-33. 24 стих. Вот такие замечательные слова нам оставил царь Соломон, чтобы мы, получив их, могли как-то поразмыслить о своей жизни. И употребить ей эти слова, чтобы получить ту мудрость, которую Бог хочет дать всем любящим сердцам. Я как-то задал вопрос в своей семье одной из дочерей, и вопрос звучал таким. Каким бы вопросом ты обратилась к церкви в сегодняшнее время? Что бы ты хотела пожелать, или что бы ты хотела сказать церкви? И знаете, ответ был таким. Я бы задал вопрос, кому мы служим, и кто есть Господь в нашей жизни. Очень удивительные слова в ее устах такие прозвучали. И это непростые слова. Если кто-то думает, что точно знает, что он служит Господу, то это не лишнее получить подтверждение, что мы действительно стоим на пути веры, действительно хотим угодить своей жизни Господу. Но и в этих словах есть некое такое предупреждение, чтобы каждый из нас поразмыслил, кто я есть, что я делаю на земном пути, и каким образом я хожу пред Господом. И знаете, кто есть Господь в нашей жизни. Не будем торопиться спешить с ответом, но внимательно исследуем самих себя. И вот во 2 Коринфянам, 13 главе, 5 стихом, такие Павел изрек слова, и они как бы дадут нам толчок к сегодняшнему размышлению, пониманию, кто мы есть и где мы стоим в вере. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. «Разве только вы не то, чем должно быть». Истинность нашей веры, она подтверждается покорностью Божьему Слову. Бог хочет, чтобы каждый из нас не просто знал или слышал о Слове Божьем, но, изучая его, старался исполнить. И вот в свете всего сказанного хочется поразмыслить и задать еще вопросы, возбудить вот этот здравый смысл в нашем хождении при с Господом, и задать этот вопрос, что приводит нас к Господу, и какова мотивация нашего желания быть с Господом. «Полностью ли мы осознаем, что сделал для нас наш Господь Иисус Христос?» И когда мы полностью осознаем то, что Он для нас сделал, нам хочется еще ближе стать к Нему, чтобы понять, в чем Его наставление и каково должно быть нам. Помните, на прошлой неделе братья читали, и две мысли они такие очень сильные сказали, что нам когда-то предстоит предстать пред Господом, брат первый говорил, а второй брат говорил, «Держи, что имеешь». Вот в этом ключе Господь сегодня хочет нам направить, обратно напомнить для кого-то, а для кого-то, может быть, впервые сказать, что же я держу и что я имею в этой жизни, чтобы потом, когда я буду стоять пред Господом, то я мог дать положительный ответ. И в этом ключе хочется еще одно место Писания прочитать, которое уже записано в послании к евреям, в 9 главе, 26 стихом, я со второй половины, начну этого стиха. Иисус говорит, вернее, Павел говорит, или кто автор этого послания, говорит такие слова. «Иисус однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его на спасение». Сегодня мы имели эту замечательную возможность исполнить заповедь. Это наше послушание пред Господом. И вот здесь автор этого послания говорит, «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих». Эти слова нам напоминают, что дело искупления, оно уже совершено, и совершено во всей полноте. Здесь нельзя что-то убавить или прибавить. Бог сказал и совершил. И Он поднял грехи многих, но не всех. Здесь вторая половина этого стиха говорит нам ясно о том, насколько наше сердце хочет искать Христа, пребывать в Нем. И вот здесь автор говорит, «Во второй раз явится не для очищения греха». И мне нравятся эти слова, которые заключают этот стих, «А для ожидающих Его воспасения». Я думаю, здесь нельзя как-то по-другому объяснить это слово, «ожидающих Его воспасения». Здесь есть та сила Божья, которая приводит нас к ученичеству, которая приводит нас в церковь, чтобы мы показали, что мы действительно ждем Иисуса Христа, ждем Его прихода, и желаем быть именно Его детьми. Сегодня очень, ну так, знаменательно, во всяком случае, для меня и тех, кто был на молитвенном служении перед этим общим служением, Господь так положил на сердце именно вот этот псалом, который Анатолий Николаевич прочитал. И сегодня он для меня уже звучит трижды, потому что брат Веня его прочитал второй раз еще после меня. Знаете, когда Господь говорит что-то два раза, это надо прислушаться, а когда трижды, так это вообще надо послушать. Что же Он хотел от нас и какое поведение в нашей жизни должно быть в жизни верующего человека. Жизнь верующая в ожидании Господа Иисуса Христа. Это непростая жизнь. Пример жизни апостола дает нам ясное понимание, как нам поступать по вере, следуя за Иисусом. Все Писание, оно полностью вдохновлено Богом, показать нам, каков же путь наш. И, наверное, я не просто так пришел вот к этому, что хочу сейчас вам говорить, потому что сегодня ожидалось, что будет шленское. Оно как бы поможет нам, как правильно нам восстановить все состояние в церкви, и как видит это Бог через свое слово, чтобы нам, покорившись этому слову, в точности начать исполнять то, что хочет и ждет от нас Господь. И вот эта жизнь верующего в ожидании Господа Иисуса Христа, она имеет ориентиры, по которым нам можно ориентироваться, чтобы жить жизнью той, которая угодна Господу. Наш рост веры может происходить только в том случае, если мы подчиняемся послушанию Божьему слову. Господне слово, оно дает нам силу. Самое первое, что предлагает нам Господь, и это записано у Марка в первой главе, 16-18 стих. Господь встал только на служение, и Он ищет уже своих учеников, как и нас с вами в свое время, а может, кого-то и сейчас еще ищет, но это очень яркий пример, как мы становимся учеником Иисуса Христа. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовами, и сказал им Иисус, «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человека». И они тотчас, оставившись в своей сети, последовали за Ним. Многие из нас последовали за Господом Иисусом Христом. И каждый, кто последовал за Господом, он услышал эти слова, «Идите за Мною». Господь хочет, чтобы каждый из нас сегодня принял эти слова и осуществил их в жизнь, следуя за Иисусом Христом, живя по Его Слову. И Он хочет, чтобы этот первый шаг веры, он был осуществлен каждым человеком на земле. Бог для этого пришел в этот мир, осуществил это дело искупления, о котором мы сегодня вспоминали, и теперь Он говорит, «Идите за Мною». После того, как мы пошли за Иисусом Христом, мы делаем второй шаг веры, принимаем от Него силу. В Деяниях апостолов написан удивительный стих восьмой, первой главы, восьмой стих, когда ученики последовали за Ним в течение нескольких лет, учащие от Него, получая эти наставления, как и мы с вами получаем их в церкви, они дальше получили такие слова назидания. И в восьмом стихе Господь, перед тем, как вознесясь на небо, говорит своим ученикам и нам с вами сегодня, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». И даже до края земли. Апостол Иоанн в первом послании раскрывает смысл свидетельства нашего об Господе. И это записано уже в пятой главе, десятым стихом. Также благословенные слова, которые дают нам надежду, усиляют в нас эту сильную надежду. И тут написано так, «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе само. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которое Бог свидетельствовал о Сыне Своем». И вот следующий стих – это само свидетельство, о котором мы можем проверить, по которому мы можем проверить свое сердце. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Это удивительное обетование Божие, которое даны для всех людей без исключения. И мы, конечно, должны еще очень много быть благодарными Господу, что Он нас призвал и дал нам вот эти обетования. И вселяя в нас Духом Святым, любовь свою в наше сердце, Он дает понимать эти слова. И не просто понимать, но приняв их, начинать исполнять этот путь веры, чтобы мы, имея в себе свидетельство, стояли твердо на основании Слова Божьего. И вот Он, Господь, сказал Своим ученикам, что вы примете силу. И сила эта будет выражаться в нашей постоянстве следования за Иисусом Христом. И третий шаг веры мы делаем с силою Божию. Господь приводит нас в Церковь Свою. Помните, что Господь придет за теми, кто ждет Его. И куда Он придет? Вот Господь наш придет в Его Церковь, которую Он создал. А где вот эти ожидающие находятся, ожидающие Его Второго пришествия? Они, конечно же, находятся в Церкви. Сейчас очень много мы видим, к сожалению, я скажу, что многие люди говорят, ну, не обязательно ходить в Церковь. Не обязательно. Я в душе верю, я с Господом, и я там где-то буду получать какие-то обетования. Бог приготовил все обетования для Церкви Своей. И Он приготовил эти обетования не для членов Церкви. Он приготовил для тех, кто ожидает Его Второго пришествия. Насколько мы ожидаем Господа, насколько мы покоряемся Его Слову и желаем быть с Ним. И мы находимся в Его Церкви. Вне Церкви нет спасения. Господь посреди Церкви Своей столб и утверждение истины. Господь хочет, чтобы каждый из нас принадлежал Церкви, Церкви Его. В Церкви Христовой верующий человек изучает законы Небесного Царства, познавая волю Небесного Отца нашего. А знаете, эта воля, она всегда есть благая, совершенная и угодная. Через познание этой воли мы познаем саму жизнь, которую Бог хотел для всех людей без исключения. И вот уже в Деяниях апостола во второй главе мы читаем всем нам известное место, которое записано с 37 стиха. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Мы задаем этот вопрос сегодня так же, как и в те века эти люди, которые уверовали во Христа Иисуса. Что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода этого развращенного. И так охотно принявшие слово, и слово его, крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И вот этот ключевой стих, мы уже не раз вспоминали его здесь, он гласит об устройстве церкви. «Они постоянно пребывали в учении апостолов, и в общении, и в преломлении хлеба, и в молитвах. Они постоянно пребывали в учении апостолов». В этом месте Писания в очень сжатой форме донесено нам, как жить и как поступать верующему человеку в церкви. Очень в сжатой форме. Но мы можем его раскрывать, и это мы делаем, когда мы учимся у ног Христа. Самое первое, и это не случайно, учение апостолов. Это записанное людьми слово об учении Иисуса Христа. Господь учит нас в своей церкви, говоря, «Исследуйте Писание, ибо через них вы имеете такую надежду получить жизнь вечную». Мы это Писание изучаем здесь, в церкви, находясь друг с другом в тесном общении. И знаете, вот эти Писания, они свидетельствуют об Иисусе Христе. Иисус однажды отвечал людям того времени, говоря, чтобы они покорились вот исследованию Писания. Многие противились этому, но Господь говорит такие слова уже в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 16-17 стих. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю?» Учение апостолов дает нам возможность больше и больше познавать Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу призвать нас, чтобы мы не игнорировали любую возможность приходить в церковь, где проповедуется Слово Божье. Я очень рад, что вот на прошлую среду уже вот английскоговорящая часть нашей церкви начало собираться вокруг Слова Божьего. Мое желание, чтобы мы все начали собираться вокруг Слова Божьего. Вы знаете, мы никогда не поймем, насколько мы любим Иисуса Христа только лишь через Слово Божье, которое направляет нас к Нему. Мы видим, насколько мы Его любим, насколько мы хотим учиться от этого Слова, насколько мы хотим познавать это. И вот то, что мы любим, оно показывает в нашем поведении. Мы приходим там, где изучают это Слово. Мы желаем всегда быть там, где это Слово разбирается. Я хочу еще раз нас призвать, чтобы мы всей церковью, как одна семья целая, приходили на разбор Слова и находились с теми братьями, с сестрами, которые уже участвуют в этом. Потому что мы одна семья, мы те, которые должны научаться Господа. Второе, что предлагает нам Писание, это быть в постоянном общении среди народа Божьего. Мы сейчас, брат Анатолий Николаевич уже говорил, проходим послание к Ефесянам. И там вот есть очень яркий пример в пятой главе, который мы разбирали в прошлую среду. Я прочитаю всего лишь несколько стихов, которые дают нам пример общения в Церкви, общения народа Божьего. И тут написано в девятнадцатом стихе пятой главы такие слова. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспияя в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это о нас с вами, братья и сестры, повинуясь друг другу в страхе Божьем, но назидая самих себя в песнопениях, в словословии Господу. Этому мы можем научиться только тогда, когда мы пребываем вместе в общении, как Его Святая Церковь. И Господь желает этого. Это неотъемлемая часть нашей жизни, как верующих людей. Мы, как граждане Небесного Царства, всегда должны желать именно такого общения, когда народ Божий собирается вместе, у нас всегда есть слово ободрения, совместное пение псалмов и молитва друг за другом. Вы этого не найдете ни в одной организации в этом мире. Это есть только в Церкви Христовой. Я хочу еще и еще раз побуждать нас, чтобы мы собирались вместе как можно чаще и разбирали это слово, пели «Славу Господу» в псалмах. И третье, что необходимо знать и делать человеку Божьему, Господь оставил два видимых знака веры, которые выражаются в водном крещении и в участии в вечере Господней. Церковь всегда подтверждала присутствие Господа в ней через исполнение Его заповеди. Слава Господу! Он сегодня позволил нам совершить эту заповедь. И этим самым, как один из братьев молился, мы явили любовь друг к другу, если вы заметили. Это очень важные слова. Мы действительно подтверждаем отношения между друг другом. И эти отношения явлены в любви. Мы любим Господа и любим друг друга. И это слава Господу. И эта часть вот этих взаимоотношений через исполнение Его заповедей никогда не отнимется у нас. Потому что Господь это заповедал. И когда Он говорил эти слова об этой заповеди, они очень ярко выражают ту мысль, которую Он хотел донести. И сегодня это подтверждение очень ярко и в нашей Церкви поместной. В 6 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит в 53-м и по 57-й стих. Для чего мы это сегодня сделали с вами? И Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет Мною. Мы сегодня подтвердили, что мы желаем быть с Господом нашим Иисусом Христом. И в этом сила Его, которая дает нам эту возможность пребывать в Его Доме, исполнять Его заповеди. И эта часть никогда не отнимется у всех любящих Господа. Любого Господу выражается в послушании Его заповедей. И Он говорит в Иоанна уже в 14 главе, 15 стихом, «Если любите Меня, соблюдете Мои заповеди». И Бог дал нам сегодня соблюсти эти заповеди, и слава Ему и благодарность. И есть еще последнее, «Последнее, чему учит нас Господь, непрестанно молиться». Это записано в Иисусе 5 главе 17 стихом. Молитва – это неотъемляя часть верующего человека. И она дает нам право иметь тесное общение как друг с другом, так и с Господом. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением», учит нас Павел. Молитва может быть как индивидуальная, так и общецерковная молитва. Это надо практиковать в церкви, общецерковную молитву. Я думаю, в этом вопросе у нас еще есть непаханное поле. Мы должны это восстановить и молиться. И знаете, по какой одной причине? Я сейчас прочитаю один стих, который говорит о силе церковной молитвы. Не только индивидуальной, но и церковной. Это записано в Деяниях апостола 4 главе 31 стихом. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. По молитве их». Как важно нам, собираясь вместе, производить и молитвы, в том числе и церковные, чтобы по молитве нашей Бог поколебал это место, в котором мы живем, чтобы Бог наполнил вот эти пустые лавочки, чтобы Бог создал церковь такую, какую Он хочет видеть. Мы же не силою Своей делаем здесь какие-то действия, но Бог по Своему изволению дает нам и желание, и дает возможности, чтобы мы совершали Его волю. И Он хочет, чтобы все это мы делали в молитве. Моляясь Богу, мы получаем силу от Него для жизни, послушания Его Слову. Поэтому в Ефесянов, которые мы будем разбирать уже на этой неделе, которая началась, в 6 главе, 18 стихом, написаны такие слова. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством, и молением о всех святых». Я на этом буду заканчивать. И мы, ставши, помолимся Господу, чтобы Бог благословил нашу поместную общину, и она еще больше загорелась тем пламенем, которое Господь желает в каждом сердце. И да благословит нас Господь, следуя за Ним, исполнять Его волю, которая есть совершенная благая и угодная. И в этом еще и еще раз исследовать самих себя. Верили мы. Мы помолимся. Господь, милосердный Божий Великий, мы благодарны Тебе, что Ты милостиво собрал нас здесь, вокруг Твоего Слова, чтобы мы могли сегодня исполнить по милости Твоей, любви великой заповедь Твою, вспоминая Твои голговские страдания. Благодарим Тебя за каждого брата, за каждую сестру, о которых Ты милостиво даровал нам сегодня. Также вспоминать вот выступления наших деток, Господь, об отцах. И в этом, Господи, наша молитва к Тебе, чтобы Ты поддержал нашу поместную общину, чтобы Ты укрепил нашу веру, дал нам Твои милостиво, Твои наставления, как нам дальше идти, что делать в этой жизни, чтобы имя Твое, оно прославилось через нас и в нас. Да будет благословенно имя нашего Бога, вечно живущего, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Благослови Господи. Присядьте, братья и сестры. Мы, конечно, несколько затянули наше служение, но оно у нас сегодня было многоплановым, поэтому не удивляйтесь. Перед тем, как мы закончим наше служение пением гимна и молитвой, я хочу, чтобы брат Ваня передал привет. И не только брат Ваня, у кого из вас есть приветы, пожалуйста, но следом за братом Ваней. Пожалуйста. Спасибо за молитвы. Шесть недель мы провели в Германии, посетили тоже ряд церквей, и все они придают вам сердечный привет. Благословения вам и рады быть снова дома. Пожалуйста, сестра. Спасибо, принимаем. Еще приветы. Пожалуйста. Привет от нашей Лечной Церкви, но я посетил Эмилию, я нашел такую женщину, помните, я нашел, она дома есть. Я знаю, что Анатолий тоже ее посещал. Эмилия. Имела место, да. Эмилия. Имела место, говорю, да. А, имела место. Да, так что она, в принципе, дома находится, сама она именно передвигается, но не то, что привет. Хотела бы здесь, чтобы привезти сюда, она себя очень плохо чувствует. Так что, если кто-то ее знает, можете к ней заехать, посидеть, послушать, пускай человек поговорит с вами. Пожалуйста. Не забывайте, она немного. Принимаем привет. Еще привет есть. Николай Васильевич Порублев. Привет. Это уже двухнедельный. Но, тем не менее, в прошлое воскресенье у меня не было этой возможности передать его. Вот сейчас я передаю от Николая Васильевича Порублева сердечный привет. За переданные приветы мы сердечно благодарим и от нас также просим передавайте сердечный привет всем любящим Господа. Будем петь гимн. Я верю в Иисуса. Будем петь подро. Он цель моей жизни и свет. Я верю в Иисуса. Прекраснее имени нет. Стоя будем петь. И в это время у нас будет материальный сбор. Я уже сказал об этом, да? Нет? Ну так, имейте в виду. Сейчас брат Вася, да? И кто еще? Брат Сережа? Пожалуйста, если... А, у нас... Ну ладно. Я уже... Будем петь. Субтитры создавал DimaTorzok Я верю в Иисуса. Я верю в Иисуса. Он цель моей жизни и свет. Я верю в Иисуса. Прекраснее имени нет. Я верю в любовь, в великую дочь и любовь. Не наше спасение, не прощение наших реком. Моя радость, моя радость лишь пьет. Мое счастье, мое счастье лишь пьет. Моя сила, моя сила лишь пьет. Только в нем, только в нем, только в нем. Я верю в Иисуса и помню, как нежно Он звал. Спасение и счастье Господь даром не предлагал. Но золоточеный, спаситель услышал ответ. Ты Бог мой единый, другого в истину нет. Моя радость, моя радость лишь пьет. Мое счастье, мое счастье лишь пьет. Моя сила, моя сила лишь пьет. Только в нем, только в нем, только в нем. Но в твое сердце напомнила радость о том, Какое же счастье быть близко вообще, если и все. Ночнее, чтоб люди, вот и это все убегать, Душою и сердцем спасителя верой принять. Моя радость, моя радость лишь пьет. Мое счастье, мое счастье лишь пьет. Моя сила, моя сила лишь пьет. Только в нем, только в нем, только в нем. Моя радость, моя радость лишь пьет. Моя радость лишь пьет. Только в нем, только в нем, только в нем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут всегда с нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры. 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 С миром Божьим, братья и сестры.